Доброе утро! В День спасателя в нашей студии, как мы обещали, представители этой благородной профессии. Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и старший пожарный, пожарный и аварийный спасатель на части номер 6 Минска Дмитрий Пашек. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Оль. Но все-таки спасатели, известно, что профессия масштабная, они людей спасают и пожары тушат, на другие экстремальные ситуации выезжают. Но все-таки, скажите, какие случаи чаще всего посещают, так сказать, представители этой профессии? Конечно, с начала года, я вам приведу цифры статистики, у нас уже больше 200 происшествий. Конечно же, основная чрезвычайная ситуация, которая происходит не только в Минске, но и в целом в стране, это пожары. Но, тем не менее, сейчас актуальным являются и дорожно-транспортные происшествия, в том числе из-за ухудшения погодных условий. К слову, у нас три человека спасены именно в таких ситуациях уже вот с начала года. Ну и, конечно же, и выход на лед. Либо человек провалился под грунт, такое тоже бывает. Поэтому различные ситуации, безусловно, мы к ним готовы, выезжаем, оказываем помощь. Хорошо. Для выезда нужно 5-7 минут. Как удается так быстро доезжать? Это потому, что в каждом районе есть часть пожарная или потому, что современная техника уже дает возможность быстро перемещаться? И то, и другое. Есть определенные нормативные документы, в которых описывается, что радиус выезда пожарного подразделения должен составлять определенный километраж. В Минске такие подразделения в целом обеспечены, ну, по первому слову, техникой, можем сказать, да. Чаще всего это все-таки автомобили отечественного производства. И тем не менее, мы действительно добиваемся такой ситуации, чтобы выезд пожарных военноспасательных подразделений составлял в среднем 5 минут. И уже закрыты все самые слабые места, которые были в городе Минске. Это Каменная горка, большой населенный микрорайон, и, собственно, Лошадьца, в котором также открыто было недавно пожарное депо. И, собственно, теперь жители столицы могут быть уверены, что помощь прибудет. Через 5-7 минут все будут на месте. Но все-таки что-то может помешать спасателям выехать на точку? Да, к сожалению, такие моменты случаются. Чаще всего это невнимательность водителей, к примеру, которые не обращают внимания на проблесковые маячки и не готовы пропускать движущийся экипаж. Ну и опять-таки еще одна проблема, в частности, именно города Минска, это заставленные автомобилями припаркованными дворы. Потому что, знаете, что при этой планировке чаще всего обычная машина не всегда может проехать, а не говоря уже о крупногабаритной технике. Поэтому, к сожалению, некоторые оставляют свои транспортные средства в арках, что тоже недопустимо и не позволяет нам проехать. И в связи с этим работники МЧС часто берут все оборудование с собой, это порядка 30 килограмм, и направляются на спасение жизни. Хотя тратят большее время при условии, что могли бы в этот момент спасать людей. Дмитрий, вопрос к вам. Вот мы часто слышим такое слово «прошел боевое крещение». Вот был ли у вас такой случай, где вы прошли свое боевое крещение? Пришел я работать где-то летом, были какие-то различные роды чрезвычайные ситуации, но непосредственно вот такой боевой пожар. У меня случился вот примерно на этот период времени, где-то зима, холода, крещенские морозы тогда. Поступил сигнал ночью о боевой тревоге. Горел частный дом в Минской области. Непосредственно мы оказываем помощь Минскому областному управлению МЧС. Уже в пути следования понимали, что предстоит довольно сложная работа. Ну, загорание частного дома было уже, приближаясь к объекту, уже было открытым пламенем, видно, что дом горит. Ну, а по прибытию я увидел то, что непосредственно видел только по телевизору, охвачено полным пламенем огня здание. А из-за чего это происходит на самом деле? Ну, мы вот как раз говорили вчера об этом, да, печное оборудование. Или в чем причина возгорания? Ну, мы не берем момент, что человек был пьяный, закурил, и это мы знаем все. А вот какие еще есть вам? Это основная причина, к сожалению. И как ни крути, вот у нас буквально ежедневно, ежедневно происходят, и это бичи, и как бы большие городов, и не только, это курение в нетрезвом состоянии, именно в жилом секторе. Но часто происходит и короткое замыкание электропроводки, и, собственно, детская шалость, поэтому это тоже имеет быть место, и опять-таки стоит обращать на это внимание. Ольга, вот я вот сейчас узнала, оказывается, из сценария, что вы участник Всебелорусского народного собрания. Оно состоится в феврале, да? Да, буквально 12-го числа, насколько я знаю, да? Скажите, как вообще это почетно, вообще какие эмоции вас, может быть, переполняют? Для меня это уже не первый раз, и я очень жду атмосферы вот этого единства, приятных коллег, которые будут присутствовать там, которые будут интересные, уверенно продуктивные идеи и разговоры. И, в свою очередь, ожидаю, что все, что мы обсудим, будет на пользу нашей стране. Это хорошая площадка для общения, для обмена мнением. Но это еще через месяц, а сегодня все-таки День спасателей. Да, мы вас поздравляем от всей души. У вас есть абсолютно уникальная возможность поздравить ваших коллег. Всех можно даже поименно. Я думаю, программы не хватит. Спасибо большое. Мы хотим передать большое спасибо всем ребятам, которые находятся сегодня, непосредственно на дежурстве. Пожелать им сухих рукавов. Безусловно, чтобы этот год не испытывал их на прочность, но чтобы близкие, родные всегда были рады и не волновались за вас. Как приятно, да? И мы от всей души вам желаем самое главное здоровья в этот тяжелый период. И, конечно, куда же мы без вас? Будьте с нами, спасайте нас. А я напоминаю, что телефон службы спасения 112. Да, это абсолютно правильно. Ну а у нас в гостях были официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и старший пожарный, пожарно-аварийно-спасательной части номер 6 города Минска Дмитрий Пашек.